В Тавуша одновременно разворачиваются два тревожных процесса. Во-первых, происходят вопиющие нарушения территориальной целостности Армении, вопиющие нарушения Конституции. Во-вторых, не менее огорчает полный крах и без того хрупкой демократии Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук пишет экс-министр иностранных дел Армении Вардан Асканян. Это не процесс делимитации по обоюдному согласию. Это просто подчинение Армении требованиям Азербайджана под угрозой войны и вторжения. Процесс сдачи только начинается, и к его концу Армения потеряет значительное количество территорий, стратегические позиции и транспортные маршруты. Подписание мирного соглашения с Азербайджаном в этих условиях приведет к тому, что Армения будет постоянно подчинена Азербайджану, что лишит страну стратегической ценности и может толкнуть на путь становления тотально авторитарного полицейского государства. Соглашаясь с этими требованиями, Армения ведет нереальные переговоры, а капитулирует под принуждением. Это создает опасный прецедент, когда принуждения и военные угрозы диктуют условия, подрывая принципы суверенитета и самоопределения. Потенциальная потеря критических районов не только ослабляет оборонительные возможности Армении, но и ее экономическую и логистическую стабильность, еще более подрывая национальную безопасность. Кроме того, внутренние последствия такого соглашения будут тяжелыми. В условиях уменьшения суверенитета и усиления внутреннего давления Армения сталкивается с продолжающимся ростом авторитарного управления, поскольку государство ставит приоритет контроль власти и захват демократических процессов для управления внутренним и накомыслием. Этот ползучий сдвиг к авторитарному полицейскому государству после окончания сорока четырехдневной войны уже подорвал гражданские свободы, подавил политическую оппозицию и сконцентрировал власть в руках отдельных лиц, сделав нацию уязвимой для дальнейшего развития, написал Асканян.